Проклюнулся снова, прорезался мой любимец Гунюшка. Гундяев я имею в виду, да? Он справедливо вычислил, что он очень долго отсутствовал в медийном поле, вот опять вылез. На сей раз он возмущен суррогатным материнством, экстракорпоральным оплодотворением, на очереди, вероятно, рентген, УЗИ. Вот я не хочу... И взятие крови из пальца. Да, я очень не хочу обидеть, в общем, симпатичного мне Гуню, но стоит понимать, что у этого человека профессией является абсолютное невежество, он монах. Его не могут занимать процессы мастурбации, полостей матки, ацитов, медицинских презервативов, техника коэтус-энтерруптус. Он не может в этом ничего понимать. И вот с учетом его дикого невежества нет уверенности вообще, что когда он говорит о суррогатном материнстве или об экстракорпоралке, что он вообще понимает, о чем идет речь. Он что-то там начинает про демографическую проблему. Вот что отток сперматозоидов за границу – это практически побег граждан. Их надо возвращать, запретить свободное передвижение через границу, пограничникам открывать огонь, потому что из России уползают миллионы. Вот я просто перевожу его речь на русский язык – уползают миллионы сперматозоидов. Так балерины рассуждают об устройстве уловителей именов. Да, Оленькая? Александр Глебович, я как раз поразилась, потому что патриарх говорил очень много вообще про детей. Он и говорил, что не выбрасывайте деточек, если что, мы их воспитаем. Оказывается, Гуля хочет деточек. И вообще РПЦ очень хочет детей. Она говорит – рожайте, рожайте. Вопрос только один. Если у вас под началом монастыри, в которых содержатся половозрелые особи обоих полов. Которые в режиме послушания нарожают им кого угодно. Но есть еще один выход, потому что мы знаем вообще, зачем им дети. Не связать это его заявление с бесконечным количеством педофильских процессов, которые колбасит эту бородатую корпорацию, при всем желании очень сложно. Что происходит с детьми в церковных приютах, мы знаем. Их развращают, либо бьют, приковывают к стене. Вот может быть, Оля, может быть, имеет смысл обратиться. Я вот в данном случае хочу только благо РПЦ. И больше ничего. Я бы очень хотел, чтобы эти ужасные скандалы и прецеденты завершились бы. Может быть, имеет смысл обратиться не к этим зареванным, растерзанным мамашам, а к производителям резиновых и латекс-имитаторов. Чтобы они наладили производство секс-кукол разного возраста. От 3 до 12 лет. Реалистичных, в натуральную величину. Со всеми отверстиями. И вот эти вот резиновые или латексные малыши и малышки, они смогут удовлетворить растущие потребности русского духовенства в духовных чадах. Можно будет на епархиальных собраниях вручать такие фигуры отличникам церковно-политической подготовки. И прекратятся позорные процессы, потому что латекс показаний не дает и вешаться не умеет. И, кстати, если вообще поставить дело на широкую ногу, то можно будет такими же куклами снабжать и весь католический мир. Потому что мы знаем, что у христиан римского обряда такие же примерно проблемы, как и у христиан восточного обряда. А Россия могла бы быть всемирным лидером в этом производстве. Вот я попросил зрителей Эхо придумать название для бренда, которое было бы таким же звучным, как балалайка, водка. Потому что это пока единственное, в чем она могла бы лидировать. Кстати говоря, помимо этих малышей, можно было бы поставить на поток изготовления резиновых прихожан. Потому что церковь тоже в этом очень нуждается. Прихожан становится все меньше. Это лишит болезненных проблем. Да, пустоты в этих бесконечно громоздящихся, уже друг на друга строящихся церквях. И можно будет в специализированных магазинах разработать типажи. Там фигура под названием бабулька, фигура под названием кающаяся гламурщица. Можно сделать фигуру единоросс и выстраивать великолепные композиции. Непонятно, непонятно, как сделать эти фигуры платежеспособными. Потому что платежеспособность это все-таки основная функция. Все остальное вторичное. Кстати говоря... Каждую пластмассовую фигурку снабжать пластиковой карточкой. А кто будет класть деньги на эти пластиковые карточки? Ну, они будут виртуальные деньги. Понятно, понятно. Они будут их гонять туда-сюда. Ну, вот смотри, я тебе могу сказать, вообще очень смешно. Потому что сейчас попы жалуются, что... Их вызывают и им предъявляют претензии, что у них какие-то очень отвлеченные песнопения. Что, в частности, на 9 мая все было очень абстрактно. Потому что, ну, вот им объясняют, вы поете там «Ныне отпущайше». Кого отпущайше? Может, вообще вы Навального в виду имеете? А, кстати, с «Ныне отпущайше» любопытная история. Это очень любили исполнять на концертах. Это любил Штоколов исполнять. Традиция начала с Шаляпина. Так называемая «Ныне отпущайше» Стракина. Композитор Стракин. И там буквально текст. Помнишь, нет? «Ныне отпущайше» Рабатыва его. Ну, это, я так понимаю, похоронный такой текст. «По глаголу твоему с миром, як и види стоочи мои спасения твое, ежи еси уготовил пред лицем всех людей свет в откровении языком, и славу людей твоих». Вот нифига в подлиннике и славу людей твоих Израиля. И это всегда в обязательном порядке упускалось. Но вот как бы попов шпыняют за то, что непонятные тексты, абстрактные. И вот есть же такое понятие, как церковная служба. Церковная служба. И опасна, и трудна. Совершенно верно, демественным или знаменным распевом исполнять наши службы опасна, и трудна. А можно было бы на 9 мая взять каски сталинской армии, обклеить их бриллиантами, и вместо митр, вместо камелавок одевать на торжественные выходы. Это было бы очень патриотично.